Бакланы атакуют пляжи. Врачей признали экстремистами. На день рождения подростку подарили задержание. Подробнее об этом и не только, я расскажу вам далее. Вы тем временем подписывайтесь, ставьте лайк этому видео и поддержите наш канал донатом или комментарием. В Сенинской центральной районной больнице выявили пять сотрудников с подписками на экстремистские телеграм-каналы. Об этом на Витевском телевидении сообщила главврач медучреждения Горчинская. По ее словам, для противодействия экстремизму с коллективом больницы проводятся совещания, а все работники подписывают определенные обязательства при приеме на работу. Главврач пояснила, что выявленные случаи с пятью медиками – единичная ситуация с подпиской возникла давно, а люди не отписались от данных каналов. В итоге людей заставили покаяться содеянным. Причем на телевизионных кадрах заметно, что Горчинская выглядит испуганно и растеряно. Судя по всему, подписку на независимые телеграм-каналы сразу у пяти медиков выявили после поголовной проверки телефонов сотрудников больницы. Как их в итоге наказали, не сообщается, но обычно в таких ситуациях дают штраф или административный арест. Житель Вороновского района пожаловался на прокуратуру, что он должен выплачивать кредит, который не собирался брать. Выяснилось, что в 2020 году между мужчиной и банком Биллвеб был заключен кредитный договор на 4400 рублей. Сельчанин не платил по нему, поэтому в следующем году его долг банку составил уже больше пяти с половиной тысяч рублей. В ходе проверки генпрокуратура выяснила, что двоюродная сестра мужчины, зная об особенностях его психического развития, инвалидности, решила приобрести мобильный телефон. Женщина предъявила паспорт брата и купила мобильный телефон, заключив для этого на его имя кредитный договор с банком. Она убедила брата, что будет выплачивать кредит самостоятельно, но затем телефон продала, деньги потратила. Прокурор района обратился с иском в суд, а он, в свою очередь, признал кредитный договор недействительным. Слудский стрелковый клуб оригинальным образом поздравил 15-летнего подростка с днем рождения. Его участники в защитной экипировке цвета хаки и в балаклавах подъехали на автомобиле группе ребят, имитируя задержание. Парня при друзьях и соседях обыскали, забрали телефон, надели наручники, приказали лечь мордой в пол, а затем поднесли задуть торт со свечами. Происходящее сняли на видео и позже ролик опубликовали в аккаунте клуба в Инстаграм. Однако на этом история не заканчивается. Веселый розыгрыш не оценили силовики, которые пришли к пранкерам. На них составили протоколы за мелкое хулиганство и отправили изолятор временного содержания. К слову, ролик с шутливым поздравлением с профиля стрелкового клуба уже исчез. В дачном поселке под Гомелем перекопали пляж озера, где любили отдыхать местные жители. Водоем был арендован фирмой, а на его берегу запланировали возвести агроусадьбу. Дачники после этого стали собирать подписи против строительства, опасаясь, что им перекроет доступ к озеру. И вот на днях в одном из местных чатов стали появляться фото и видео, снятое на берегу водоема с работающей техникой. Причем время для уничтожения пляжа выбрали удачно, когда председатель сельсовета находился в отпуске и шел дождь. Представитель арендодателя объяснил, что идет укрепление береговой линии. Когда грязь подсохнет, место разровняет трактор. Забора не будет, рыбалку разрешат. К слову, купаться на озере запрещено. Здесь не обследовано дно, не работают спасатели, как следует не обустроена территория. А будет ли фирма в будущем заниматься организацией пляжа – большой вопрос. Жители одного из многоквартирных домов в деревне Подгорье Могилевского района долгое время ждали капитального ремонта. И вот, наконец, в этом году дождались. Однако сельчане недолго радовались. Их квартира после прошедших ливней затопила. Вода текла по стенам, через розетки, выключатели и люстры. В результате натяжные потолки напитались влагой и оборвались. Ламинат вздулся, мебель разбухла, электричество пропало. Дело в том, что работники во время капремонта сняли старое покрытие с крыши, а новое положили лишь наполовину. То ли не успели, то ли возникла проблема со стройматериалами. Жильцы обращались к коммунальщикам, в диспетчерскую службу и в Белгострак. Но ответа пока не получили. Пенсионер Солигорский пришел в расчет на кассовый центр и в операционном зале заявил работникам, что у него в коробке находится бомба. Как сообщили в департаменте охраны МВД, мужчина возмущался высокой стоимостью коммунальных услуг. Для того, чтобы показать серьезность своих намерений, пенсионер продемонстрировал работникам центра коробку, перемотанную скотчем, и стал угрожать всех взорвать. Затем мужчина попытался скрыться, но не успел. По тревожному сигналу на место приехали сотрудники милиции. По приметам оперативно нашли и задержали 67-летнего скандалиста. Он пояснил, что хотел припугнуть администрацию за почти 200 рублей за коммуналку и что это лишь розыгрыш. В коробке действительно никакой бомбы не было. Однако теперь на пенсионера, для которого коммунальные услуги оказались слишком дорогими, завели уголовное дело за хулиганство. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В новогрудке ночью сгорел автомобиль заместителя начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению завода газовой аппаратуры, который ответственен за массовые аресты. Легкаушка находилась на улице Дроздовича возле дома владельца. По информации спасателей, огонь успел повредить панель приборов машины. По предварительной версии, авто вспыхнуло из-за короткого замыкания электропроводки. Однако в местной государственной газете сообщили, что причину возгорания еще устанавливают. Добавим, что 52-летний идеолог предприятия до прихода на завод служил в милиции в отделе внутренних дел. Ушел в отставку в 2022 году в звании подполковника. На заводе бывший силовик сразу стал выявлять рабочих, которые были подписаны на экстремистские каналы. После этого людей задерживали, а после отбывания наказания увольняли с работы. Идеолог неоднократно заставлял сотрудников завода сдавать телефоны на проверку милиции. На озере Белом в Гродненском районе местные жители стали замечать мертвую рыбу. Чаще всего это были крупные караси, причем почти все они были поклеваны. В последнее время из-за этого снизились уловы у рыбаков. Судя по всему, в массовом истреблении рыбы виновны бакланы. Это крупная морская птица, которая стала часто селиться на водоемах нашей страны. Баклан за сутки может съесть и уничтожить более одного килограмма рыбы. Одна колония птиц состоит из нескольких десятков особей. Чтобы пропитаться им за сезон необходимо съесть десятки тонн рыбы. Помимо уничтоженной рыбы существует еще одна проблема. У бакланов ядовитый помет. На тех берегах, где они временно селятся, перестают расти даже деревья. Что теперь делать с птицами никто не знает. Однако в крупных рыбхозах уже придумали, что делать. Там бакланов начали попросту отстреливать. И это все на сегодня. Ставь лайк этому видео, обязательно пиши комментарии и поддержи работу нашей команды донатом. Только делать это можно, если ты находишься за пределами страны. До встречи завтра и живи Беларусь!